Трейдер Николас Мертон считает, что на графике эфириум к биткоину складывается бычий технический паттерн, который указывает на возможность перехода альткоина в фазу взрывного роста. По мнению Мертона, эфириум в данный момент вышел из фазы накопления, которая продолжалась с мая 2018 года и сейчас готов начать мощное движение вверх. В следующем месяце доля альткоинов на рынке цифровых активов может установить новый исторический максимум. По словам аналитика, это будет означать, что на рынок приходит полноценный сезон альткоинов. Аналитики компании Sentiment назвали шесть альткоинов, которые, по их мнению, недооценены по сравнению с фундаментальными показателями. В данный момент перспективными токенами для покупки могут оказаться… Но прежде чем я об этом подробно расскажу, я хочу напомнить, что на канале проходит розыгрыш на 150 долларов, и теперь каждые 500 подписчиков. Всего лишь нужно подписаться, поставить лайк и оставить комментарий под роликом. Подробности расскажу в течение выпуска. Первый – это RAP Bitcoin. RAP Bitcoin – это протокол для обмена ликвидности между блокчейнами биткоина и эфириум. Каждый токен WBTC в сети альткоина имеет привязку к биткоину в соотношении один к одному. Второй недооцененный токен – это XRP. XRP – это токен компании Ripple. Комиссия по ценам бумагами биржам США SEC выдвинула обвинения против Ripple в конце 2020 года. Регулятор обвинил компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов XRP на 1,3 миллиарда долларов. Но мы-то знаем, что всё это когда-то закончится. Третий недооцененный токен – это HEX. Это система для организации депозитарных вкладов, которая основана на блокчейне. Данный проект обеспечивает фиксированную доходность при помощи стейкинга. Далее у нас идёт Shiba Inu. Shiba Inu – это мемная криптовалюта, которую создатели называют убийцей Dogecoin. Ну и последний токен – это Litecoin. Litecoin – это построенная на блокчейне биткоина глобальная децентрализованная платёжная P2P-сеть, которая была разработана в далёком 2011 году. Сервис Google Trends опубликовал список самых популярных поисковых запросов в 2021 году, в котором запрос Dogecoin занял четвёртое место в разделе «Новости». Также в этом разделе десятую позицию занял запрос Ethereum Price. В май текущего года интерес к Dogecoin среди пользователей поисковой системы впервые превысил объём запросов по биткоину. Согласно графику сервиса, в первой половине года интерес к Dogecoin коррелировал с запросами по первой криптовалюте. Однако уже во второй половине года интерес пользователей Google к Dogecoin начал превышать объёмы запросов по биткоину. Отличный проект, доказавший свою честность и надёжность, на котором можно делать большие деньги – это Inleaks.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневные прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 1,5 эфира, то есть 7 тысяч долларов, и получаю ежедневно по 6% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надёжный, быстро обрабатывает выводы и даёт людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Генпрокуратура разработала изменения в некоторые нормативные правовые акты, чтобы появилась юридическая возможность ареста и конфискации криптовалют. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов. Он добавил, что в России работают над законом, регулирующим обращение цифровых активов. Несмотря на то, что судебная практика по уголовным делам идёт по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, всё-таки сейчас нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовное правовое пространство, посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве, отметил Краснов. По его словам, генпрокуратура вступает за введение в законодательство понятия криптовалюты. О необходимости прописать в уголовном законодательстве возможность ареста и конфискации криптовалют напомнил и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он объяснял, что по-прежнему остаются серые зоны, без регулирования которых трудно эффективно противодействовать незаконным операциям с цифровыми финансовыми активами. Юристы Ripple назвали защиту SEC ультраагрессивной и заявили, что ведомство должно предъявить обоснование сокрытия информации от суда по каждому документу. Об этом сообщил адвокат Джеймс Филон. Данная речь идет о привилегии совещательного процесса, DPP, то есть Deliberate Process Privilege. Это принцип права, позволяющий регулятору отказаться от раскрытия документов или дачи показаний, сославшись на конфиденциальность данных и источников. Спора о применении регулятором данного принципа ведется уже несколько месяцев. 3 декабря мировой судья Сара Недборн указала сторонам представить дополнительные аргументы в пользу своих позиций. В Ripple ссылаются на недавний иск Совета по защите природных ресурсов NRDC против агентства по окружающей среде США EPA. В вердикте по этому делу суд постановил, что правительственные ведомства несут ответственность за связь скрытого документа с конкретным решением или конкретным процессом принятия решений. По словам адвокатов, SEC этого сделать не удалось, поэтому она не может использовать защиту DPP в рамках текущего судебного процесса. Как подтверждает дело NRDC, SEC должна определить конкретный процесс принятия решений и объяснить, как каждый скрытый документ связан с этим процессом. В данном случае комиссия явно не справилась с этим бременем, написал адвокат Мэтью Соломон в письме судья. Компания также подчеркнула, что в текущем деле SEC является истом, а не ответчиком. Специалисты регулятора в свою очередь читают, что дело NRDC, напротив, указывает на отсутствие необходимости связывать скрытые записи с единым дискретным решением для применения защиты DPP. Поскольку все скрытые документы связаны с определенным решением или процессом принятия решения, DPP защищает их от раскрытия, говорится и в письме SEC. Помимо этого, юристы комиссии подчеркнули, что рассматриваемый прецедент свидетельствует о праве регулятора применять DPP к записям, относящимся к решению агентства о том, как донести свою политику до лиц за его пределами. По их мнению, к таким документам относятся внутренние сообщения SEC о содержании выступлений и других публичных коммуникаций. Ранее СМИ указывали на возможный конфликт интересов в деле SEC против Ripple. По словам журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum. Также в ноябре глава Ripple Брэд Гарлинхаус допустил успешное разрешение спора с SEC в 2022 году. А как вы думаете, выиграет ли компания Ripple у SEC? Напишите свое мнение в комментариях, и что вы вообще ждете от Ripple? Также напомню, что сейчас каждые 500 подписчиков Виталий разыгрывает 150 долларов. Среди участников будет выбрано 3 победителя, которые получат по 50 долларов. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на канал, поставить лайк и оставить свой комментарий под видео.